Бокал шампанского, пожалуйста. У нас только просека. Я так и сказала. Вы сказали шампанское. И? Это не одно и то же. По-моему, то же самое. Многие до сих пор путают просека и шампанское. И это понятно. Оба игристые часто подаются в высоком бокале флюте, но на этом, пожалуй, общее заканчивается. Давайте перейдем к отличиям. Первое. Происхождение. Чтобы вино можно было назвать шампанским, оно должно быть произведено в регионе Шампань во Франции. Просека производят в итальянском регионе Венета. Второе. Виноград. Для производства шампанского используют в основном три сорта. Шардоне, пино-нуар и пино-менье. Основной сорт для производства просека – это глера. И, наконец, третье. Самое важное отличие – метод производства. Игристое вино – не газировка, и пузырьки в нем не потому, что его специально газируют. Винодел запускает процесс вторичной ферментации путем добавления сахара и дрожжей в тихое вино. Дрожжи едят сахар, и получается алкоголь и углекислый газ. Но разница здесь в том, что у просека вторичная ферментация проходит в огромных стальных емкостях, и потом уже вино разливает по бутылкам. При производстве шампанского сахар и дрожжи добавляют в каждую отдельную бутылку, которую потом закрывают кронин пробкой. В бутылках образуется дрожжевой осадок, и вино выдерживается на нем не менее 12 месяцев, чаще несколько лет. Именно выдержка на осадке придает шампанскому аромат и вкус хлеба, бриоши и орехов. То, чего никогда не будет в просеке – легком и фруктовом. Его нужно пить молодым.